Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш запрос, который вы задаете. Значит, вы пишете, что встречались с парнем около двух лет, и два года назад вы расстались. Вы пишете, что он просто начал встречаться с другой. Конечно, это очень неприятно, что он начал встречаться с другой. Но, тем не менее, я думаю, что причины для того, чтобы встречаться с другой, у него все же вероятность всего были. Вопрос заключается только в том, какие именно у него были для этого причины. Что конкретно у него было в том, чем вы его не устраивали, скажем так. Вот это и есть то, что вам необходимо в первую очередь определить, да. То есть, если человек два года назад начал встречаться с другой, да, при том, что он не расстался с вами, да, до конца. То совершенно очевидно, что человек реализовывает какие-то свои желания, какие-то свои стремления, какие-то свои реализовывает человек в цели, и это нужно обязательно понимать и не забывать, да, потому что, ну, если бы он любил вас, то его бы поведение было несколько другим. С другой стороны, конечно, нельзя забывать и о том, что может быть характер ваших отношений, характер ваших отношений, складывался так, что мужчина, ну, вот, знаете как, серьезно, серьезно считал, что доверить вам какие-то вещи он не мог. Ну, ну, это, это неприятно, конечно, но это так же может быть, к сожалению. Поэтому здесь я просто надеюсь, здесь я просто надеюсь, что вы сами для себя сделаете анализ и посмотрите, почему мужчина не пришел к вам, да, не сказал о том, что, допустим, с вами не так, да, что с вами не так. И что именно ему конкретно вот не понравилось, что именно вызвало в нем негатива, почему он ушел. Вот я думаю, что проанализировав отношения, вы сможете сами для себя на этот вопрос ответить, и ответить достаточно легко. Дальше, значит, он до сих пор с ней эти два года противно мучительный, жалость и злость было сложно забыть. Так, мучительным в чем, да, жалость к чему, по поводу чего у вас есть жалость или была жалость? Значит, если у вас была злость, да, то злость на что? То есть это тоже достаточно важный нюанс, без которого нельзя понять суть и причину вашей ситуации, вашей истории. Ну вот. Жалость это, как правило, такая вот немного искаженная форма, да, такая немного искаженная форма проявления, ну, скажем так, потребности в... Потребности во внимании, например, потребности в любви и так далее. Ну, то есть тут опять же нужно смотреть, чего вы хотите. Вот. Жалость, если это жалость к другому человеку, да, то есть не к себе, а, например, к нему. Вот. Это, конечно, совсем иная история. Вот. И в данном случае жалость может выступать как потребностью такой самоутвердиться. Ну вот. Скажем, ну, скажем так, да? Ну вот, потребности, потребности ему утвердиться. И здесь момент, конечно, безусловно, очень важный, потому что необходимо понять, необходимо понять, что именно вызвало ваши чувства. Дальше злость. Злость, будучи защитным чувством, всегда защитной реакцией, всегда служит таким своего рода ответом, да, ответом на агрессию, на угрозу. То есть есть мечта, что вы по какой-то причине посчитали угрозы. То есть есть что-то, есть что-то, что вы восприняли как угрозу, ну, почему-то, да, по какой-то причине. Вот. Почему это вопрос достаточно важный. Вот. Но тем не менее. Опять же, забыть, забыть, как вам сказал мой коллега, да, нельзя забыть. Я бы сказал, что вполне вам по силам, да, например, поменять отношение, допустим, к мужчине, да. То есть, ну, конечно, два года срок не такой, чтобы очень большой, но и не маленький, безусловно. Вот. Правда, если вы встречались два года, почему ваши отношения не, ну, не переросли во что-то больше, скажем, семью и так далее. Может быть, поэтому он очень научил. То есть тут причин может быть много. Вот. В этом нужно разбираться. В любом случае. Дальше. Дальше. Значит, так. При этом он мне периодически писал, испражнил как я. Ну, не хотелось, не хотелось вам мировозгласть, либо это желание оставить путь отступления, на всякий случай, либо это чувство вины, может быть, либо это что-то ещё, да. То есть тут многое здесь вытекает, исходя из ваших отношений, исходя из характера ваших отношений. И его, 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 его мужчины, я имею ввиду, психологического портрета, потому что, ну, вот пока что, да, непонятно все-таки. Так это все-таки непонятно. Чем человек руководствовался, да, уходя от вас. Вот. Ну, совершенно очевидно, что ему на вас как бы не всё равно, да, то есть очевидно, что вы его волнуете. По-прежнему ему не безразличны. Вот. Ну, в силу ряда причин. Вот. Только вопрос в том, как именно не безразличны вы ему. Как конкретно? Вот. Вот. Вот это, конечно, такой довольно важный момент, если мы говорим непосредственно, непосредственно об этой истории. Дальше. Говорю, что объяснить всё, когда. Говорю, что это я в основном виноват, классическая игра, все из-за тебя. Потом долго мне не писал, на днях он снова просто написал, знать, как у меня дела. Я не понимаю, зачем это напоминание о себе. Ну, я сказал. Тут нужно исследовать ваш психологический портрет, его психологический портрет, различные элементы личности, чтобы понять, что это напоминание может значить. Как я думаю, он очень любит свою девушку, но зачем пишет мне? А откуда вы знаете, что он очень любит свою девушку? Вы знаете, я очень надеюсь, что вы разумный человек и не воспримите то, что я вам вот сейчас сказал, да? Я очень надеюсь, что вы не воспримите мой такой, скажем так, пируэт как Надежду, вот. Но, как правило, когда люди уходят к другим, да, просто к другим уходят от кого-то, они мне сказали, чтобы прям любят. Понимаете? То есть любовью, там, как правило, не пахнет. Вот. Потому что это сравнение. Любовь это всегда непосредственно, непосредственно. То есть вот есть непосредственно я, есть непосредственно ты. Я воспринимаю тебя непосредственно. И ты воспринимаешь меня непосредственно. А когда уходят к кому-то, всегда воспринимают сравнение. И тут, на самом деле, есть проблема, потому что сравнения мало, когда вообще может быть хорошим подспорьем для отношений. Вот, потому что, потому что, когда есть сравнения, всегда есть и ожидания. Вот, поэтому мне ваша позиция относительно того, что он любит свою девочку, ну, непонятно откуда вы это узнали, да, то есть откуда и почему вы это так решили. Ну вот, может быть вы и хотите так думать, может быть вы объясняете себе так тот факт, что он не с вами, но тем не менее. Вот. Ещё предлагаю быть с друзьями и просто периодически общаться. Соглашайтесь, соглашайтесь, если у вас не осталось мотивативных чувств, если вы готовы двигаться дальше, общаться с другими мужчинами, соглашайтесь. Золовить у вас в любом случае не получится, а по поводу того, как быть, нужно определиться с целью, то есть какая цель, как быть чтобы что. Ну а про борьбу, это, мне кажется, вообще из разряда сериалов, потому что человек не приз, чтобы за него бороться, он шёл, это был его выбор, если вы в себе, например, ничего не поменяли, если вы в себе ничего не подкорректировали, да. То есть вы остались такой же, вы остались всё той же, что смысл тогда. Тогда. Понимаете? Хорошо. В смысле, тогда вам опять сходиться. Если вы не примете никаких, если вы не примете никаких решений, да, вот, что ситуация постарится вновь и опять будете страдать. Законным успевая травму свою, как бы выйти из травматичного состояния, которое у вас есть сейчас, а после уже решать, вот, что вы были свободны. Если вы не свободны, если вы чувствуете себя не свободной от человека, то лучше не соглашаться с ним, взаимодействовать, потому это, для него это взаимодействие может быть просто взаимодействие, а для вас это может быть какая-то надежда, и вы будете чувствовать себя очень плохо. Вот. То есть тут, ещё раз повторю, да, тут исключительно забота о вас происходит. Вам нужно позаботиться о себе. Понимаете? Вот. И у вас этого не сделает никто. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! До встречи! Пока! В ищущий робот